Да тут по чату уже было все понятно, что люди выбрали. Пугающие суеверия постучать по дереву. Бля, я вот хуй не уверил когда-то. Типа сплюнь три раза и три раза по дереву постучи. Я реально это, сука, делал. Ой, бля. Пятница 13-го. Счастливая подкова. Найти кого? Падающие звезды обладают магией. Поздравить с ДР заранее. Не поздравляйте заранее кого-нибудь с днем рождения. Вы проклянете этот день. А! Ээээ! Ха! Нееееет! Вы че делаете, блядь? Эээээ! Ээээ! Сука, бан всем. Бан! Бан! Бля. Я тогда представляю, что у Макса Павлова будет на день рождения. Когда у него реально ДР будет. Просто, наверное. Он будет, я не знаю, сидеть. Время там 23.59. И тут наступает 0-0-0-0-0. И тут просто на него все, нахуй. Потолок падает. Комета, блядь. Там наводнение сзади. Там волной его накрывает. Нахуй все. Короче, у него там рак. Резко с жопы, блядь. Все. Одновременно у него. Прям в секунду, блядь. Бам! Взрыв. Там, я не знаю. И он лежит такой. Ээээ! Блядь, спасибо, что поздравили заранее с ДР. Может, хватит? Алло. Нельзя, нельзя заранее, нельзя. Дурной глаз. Взгляд человека, который наносит сверхъестественный вред людям или предметам. Черная кошка. Ну, кстати, вот что-что, что-что, да? Вот по поводу черной кошки, которая перебегает. Бля, это долбаёб. Собаку выгуливает, понятно. Которая перебегает дорогу. Но вы знаете, за всё время, сколько я живу, каждый раз, когда мне реально кошка перебегала дорогу, это были только черные кошки. Реально. Вот они реально просто перебегали дорогу. Там, я в такси еду, там, или... В последний раз это было недавно, когда я переезжал вот сюда, в Москва-Сити. Мы едем на газели, соответственно. И просто через дорогу бежит черная кошка. И это было вот так много раз уже за всю жизнь. И всегда только черные кошки перебегают в блядскую дорогу. Не какие-то другие, не белые там, не коричневые, не какая-то ещё. А именно вот только такие. И ты реально порой задумываешься, блядь, что за хуйня? Это какое-то совпадение? Или это реально такая вот хрень? И причём они вот перебегут дорогу и исчезают, как будто бы испаряются. И ты её пытаешься потом найти, а её уже нигде нет. Она просто перебежала дорогу и исчезла. Я такой, ебать. Это чё сейчас было, блядь? Пиздец. Сегодня мне вообще стрёмный сон приснился. Он настолько был стрёмный. Без каких-либо монстров, без всякой херни. Но он опять был такое, знаете, беспокойство жёсткое. Мне снилось, как я захожу в комнату, и я вижу человека, который лежит, короче, рассказываю. Человек, у которого якобы рак мозга. Рядом с ним ещё два каких-то человека. Этот чел лежит, у него открыты глаза, он не моргает. Он лежит, вот так дышит, не шевелится. У него руки на груди, и он какой-то весь зелёный. И мне вот эти два человека, которые стоят рядом с ним, говорят, что он сейчас чувствует невероятную боль. Но мы ничего не можем сделать, типа, у него рак мозга. Вот, ему сейчас очень больно, и как бы он просто лежит, как бы, и умирает, и терпит. И я стою, смотрю на него, а там у человека прям глаза видно, он прям, ну, они вот такие огромные. И по глазам видно, что ему реально просто пиздец, как больно. И он молчит, и молча просто такой лежит, и пиздец. И это было так жутко. Это просто пиздец. И после этого я просыпаюсь, и у меня болит голова. И я такой, чё нахуй? И у меня реально болит голова, и я просыпаюсь, и у меня болит голова. И такое ощущение в голове странное. Вообще пиздец. Вот. Я такой, ну ладно, я уснул, короче. В итоге мне снится, что я просыпаюсь, во сне я просыпаюсь, беру телефон, смотрю на время. А на часах 23.30, а я должен был стрим подрубить пораньше. И я такой, блядь. Захожу типа на свой канал, а там люди в чате. То есть вы сидите и делаете вид, что якобы идёт стрим. То есть притворяется, как будто вы смотрите стрим, но типа троллите меня таким образом. Якобы я не опоздал, и я уже стримлю. Типа стрима нет, а вы сидите в чате такие, ой, как смешно. О, кикве, кикве, блядь. Типа смотрите, он не опоздал, он стримит, блядь. А я такой типа, блядь, сука, проспал. Ёбаный рот. Вот. И у меня опять вот это вот чувство беспокойства, что я опоздал, блядь. Мне какие-то, я не знаю, сны начались беспокойные, жёсткие, вот такие. Но вот то, что мне приснилось про этого чела, который лежал, не мог пошевелиться, вообще не двигался, просто дышал. С какими-то бешеными глазами, блядь. И что у него рак мозга, и мне сказали, что он сейчас ощущает невероятную боль. Это просто какой-то пиздец. Это прям, у меня так в башке отложилось. Надеюсь, у меня не рак мозга, короче говоря, это не какой-то вещи сон. Вот. Ну да. Птичий помёт приносит удачу. Ага. Ну, поэтому на меня никогда в жизни не насрала птичка. Эмм. Вороны. Плохой знак. Разбитое зеркало. Если вы не хотите... Ой, блядь. Семь полных лет неудач, не смотрите в разбитое зеркало. Открыть зонтик в помещении. Чё? Спать головой на запад. Чё? Не ходить под лестницей. Чё, блядь? Гулять по водостоку. О-о-о. Ха-ха. Тоже помню эту хуйню. Если наступить на этот... Как это хуйня называется? Люк? Вот. На этот холодец. Или как он там называется? Ну, вы поняли, короче. Всё, пизда тебе. Ты там, я не знаю, умрёшь, заболеешь. Ну, надо три раза ногой тогда... Чё-то нам как-то сделать и всё. Чё? Играть с водой. А, не, нельзя хлебом кидаться, кстати, ещё. Это грех. Бог докажет. Не давайте кошельку касаться пола. Ебать. Полнолуние связано с хаосом. Ой-ой-ой. Чё? Тягу к беременности нужно удовлетворить? В спортивном случае это может повлиять на ребёнка. Жёлудь даёт вечную молодость. Втыкать палочки для еды. Переступать через кого-нибудь. О, да, я помню эту хуйню. Но... Надо переступить обратно. И тогда это уже не будет работать. То есть ты как бы переступил через человека. Я помню, так... Эээ... В школе было, блять. Через кого-то переступил. Я такой... Эээээ! А ну-ка обратно переступи! Я умру! Хе-хе-хе... Бля, его хуйя. Я падаю их. Эм... Ну, это на физре было. Да, не вырастут там или ещё что-то Дарить жёлтые цветы Это проклятие Два зеркала Лицом друг к другу Спать головой на север, блядь, на запад нельзя На севере нельзя Ну, возможно, где-то в какой-то стране На юг нельзя, блядь А как спать-то, вниз что ли? В пол нахуй воткнуться, я не понимаю Блядь, прятать большие пальцы Рядом с кладбищем Шумник, снимать, блядь, перед кладбищем Не понимаю Не ходи домой после похорон А куда мне идти? Куда? В партийном случае злой дух Может последовать за ним и войти внутрь О, блядь, то есть Окей То есть что мне делать, блядь Сколько мне времени нужно провести на улице Чтобы злой дух заебался и вернулся обратно на кладбище Блядь Ой Или как, окей, можно в общественный туалет зайти Злой дух такой Постоит такой, подойдет Такой, фу, блядь, нет Все, я за ним больше ходить не буду И вернется обратно просто Как спугнуть-то этого духа? Почему у него не написано? Реально Не надевай красное, когда идет дождь Нет, блядь, фиолетовое Играть с ножницами Если вы не пользуетесь ими Вы можете навлечь на себя неудачу Не жуй жвачку на ночь По-видимому, это Эвка Эквел Играть с ножницами Играть с ножницами Мертвая плоть Играть с ножницами Ты ебаная, блядь Ебать твой сон Просто до мурашек Ну спасибо джесс Хотя таким нужно делиться Я считаю Ну а этот чел еще Такой худой был Прям как я У него одни кости были Вот такой, блядь Спасибо за 120 рублей Джесс Точнее Я просто чеснок поел Перед тем как Стрим начать Ой бля На смысле уволен блядь Попробуйте пожрать чеснок А потом заживать мятной жвачкой У вас весь рот во первых гореть будет А во вторых это как то неприятно Если честно Ой бля Спасибо за переподписку Лиза Тернякова за 22 месяца Переподписки О бля Стрижка по вторникам А че будет Это считается невезением Я полагаю что парикмахерская в этот день Должна быть закрыта Сова в вашем доме Проносит смерть То есть получается Я бессмертный да Потому что я никогда Вообще сов Не видел Наступить на собачью какашку Может тебе не стоит Слишком сердиться Когда это произойдет Если это твоя левая нах Так а че будет то Спать ногами к двери Фу блять Пиздец Север нельзя Запад нельзя К двери нельзя Рассыпать соль на плечо Входить в комнату с правой ноги Ой бля Кушать виноград В канун нового года Козье мясо Приводит к росту волос на лице Ого И сейчас все школьники Оооо Ай бля Мама Купи мне козье мясо Я хочу бороду Ходьба назад Призывает дьявола Где Под столом Где он Эй дьявол Ты здесь Бабаеб Понятно бля Наебали сука О Сейчас наебали А ты в чате что ли Бля Это я Слушай купи подписку Я буду хвастаться Что мне дьявол подписку купил Реально Думаю тогда все спортсмены Однажды призывали дьявола Я Неловкое молчание Указывает на ангелов Обернись Ну да Не ну если конечно Посмотри что за окном Там и правда скорее всего Много дьяволов В человеческом облике Свадебные колокола Отгоняют зло Свист в помещении Притягивает зло Так подождите А что если идти назад И еще и свистеть при этом Охуеть Ну вообще Я слышал что если свистеть То денег не будет Ну у меня их и так уже нет Собственно говоря Тут видите спонсоров осталось Это немного Сегодня последний день Кстати файва Последний день Мы сегодня должны Открыть кейс Напомните Какой кейс мы открывали Так Не приносить бананы в лодку В лодку Вязание снаружи Продливает Зиму Зиму Бля Что Вот хоть одно из этого Есть что-то правда Вот Что-то вот Хотя Хотя бы одно Ну вот Кошка черная Которая через дорогу Пробегает Вот это конечно Реально порой Думаешь Как это вообще так происходит Что постоянно Именно вот такого цвета Кошки Перебегают дорогу А Про дьявола Мм А ну ладно А Ну ладно Про день рождения Правда А Ну Что ж Тогда посмотрим Что у меня в ДРе будет Потому что Сегодня меня около Тысячи человек Поздравило с ДРе Заранее Вот и представьте себе Да Кого еще В таком количестве Людей Да Поздравляет С ДРе Это блять Уникальный случай Реально проверим Сейчас протестируем Скажем так Ну Можно даже Вот прямо сейчас Взять камеру Взять камеру Да Вот И начать записывать видео Там я не знаю Всем привет Я сейчас провожу эксперимент Мы смотрим Сработает это или нет Только что Меня поздравило Тысяча человек Заранее С днем рождения А говорят что это плохо Потому что иначе Что-то произойдет В этот день Сегодня 27 марта Узнаем Что же будет 30 марта Умру я Или же нет Реально С дырой Да хватит Хватит Новый телефон Нет блять Старый Я для этого Сейчас это все И делал Чтобы вы Позаметили Типа я Смотрите Я хвастаюсь У меня сломался Предыдущий Разбился Так Значит Подождите Ребята Спасибо за субтитры